Привет! Читал обзор ножового критика и прочитал, что он назвал его таким каким-то складным скальпелем. На самом деле автоматический складной скальпель. Теперь у меня вот другие ассоциации просто не возникают с этим ножом. Только такая. Потому что реально очень такой компактный и очень резучий. На самом деле, прямо вот почему-то мне теперь напоминает вот скальпель и всё. Никак не могу от этого никуда деться. Большой нож. Это мой нож, который у меня уже несколько лет. Вы видите, что состояние у него просто отличное. Хотя я его носил и периодически ношу очень даже так активно. Было время, что, наверное, ну просто он у меня там месяцами не слазил с кармана. Нравится мне очень эта модель. Крупный нож, само собой, это такая более, ну какая-то брутальная, более мощная такая модификация, да, более серьёзная. Но, само собой, существуют и вот такие вот более компактные, лёгенькие ножички, более политкорректные. Я бы не сказал, что это прям женский нож, хотя вот в данном случае у нас такая рукоять, да, красного цвета. Но всё-таки, ну, немножко бордовая. Может быть, тут вопрос такой по цветам. Но я не считаю, что это как бы какой-то момент. Рукояти по цветам бывают разные. Опять-таки, клинки бывают разные. Бывают формы танто, там бывают вот такие, более классические. То есть, лучше перейти в ссылочку в описании под видео и посмотрите на все модификации, которые существуют. Это модель Microtec UTX-70. В общем-то, модель, почему UTX-70, я так понимаю, потому что, как заявляет Microtec, 70% от ультратека составляют его размеры. То есть, его просто уменьшили пропорционально. Причём уменьшили даже винты. И, кстати, интересно, как их теперь откручивать, потому что ключик-то не подходит. Как в случае, если придётся открутить, раскрутить. То есть, всё на 70% как бы получается. Ну, 70% размера от ультратека. Хотел сказать, от оригинального ножа. Но нет, они оба оригинальные. Оба суперкачественные. Это всё-таки Microtec, как ни крути. Ну, это качество, которое прям ощущаешь. Берёшь в руку и чувствуется, что это дорогой нож. У меня здесь две коробочки лежат. Это, кстати говоря, коробочка от, получается, уже более старой модификации. То есть, уже как бы всё устарел, как ни крути. Вот, и, соответственно, новая коробочка. Мне она нравится больше. Такая более какая-то, ну, классная. По дизайну сделали лучше. Тут, кстати говоря, вот написано, да, кто там инспектировал вот эту вот острую заточку. Все дела. То есть, вот приятно. Хотя, что я коробку убираю. Наверное, пусть она будет в кадре. Такая весьма красивая коробочка. Новая. Касательно жёсткости. То есть, сейчас это достаточно мягкий ножичек. То есть, вот кнопку нажимать довольно мягко раньше. Ультратеки когда-то давным-давно страдали тем, что его вообще не выжмешь. То есть, сейчас можно очень легко играться этим ножом. Даже если мы предположим, что вы, например, купили такой нож там для любимой девушки, допустим, женщины. То есть, ну, в общем-то, можно пользоваться. Вопросов никаких нет. В общем-то, заявляет, что сама компания Microtech. Что этот нож создан, чтобы поместиться в кармане, например, для часов. То есть, я так понимаю, компактный такой размер означает, что вы можете положить его в любую небольшую сумку, в любой карман. То есть, не обременительный будет нож в ношении. И в то время, когда вам понадобятся функциональные возможности, отличного режущего инструмента. То есть, лёгкий, компактный такой ножичек станет абсолютно идеальным выбором. Это так заявляет компания Microtech. Понятно, что такое рекламные моменты, но всё же, подобную миниатюрную вариацию ножа на тему ультратека я, в принципе, одобряю. Потому что понимаю, что некоторым даже ультратек, который весит, по-моему, около 100 грамм, будет тяжеловат. То есть, даже некоторым он будет, ну, так скажем, избыточен. Всё-таки немножко людей пугать в округе. Зачастую DC задача открыть какую-то упаковку, почистить какое-нибудь яблочко. То есть, ну, там, другие какие-то фрукты. И с этим всем справляется даже компактный нож. А вот то, что вы не будете обременять себя в ношении, то, что не будете привлекать к себе вот такое какое-то внимание, что вы какой-то там страшный, опасный человек. Ну, иногда это полезно. Понятно, что каждому своё. Кто-то может выбрать что-то более крупное, ещё более крупное. Бывают и такие модификации. Ну, в случае с автоматическими ножами мы помним, что у ультратека там пограничное состояние. То есть, до 90 мм длины клинка как раз получается. Там вот у меня где-то 86, наверное, я сейчас могу увидеть. Вот, соответственно, если было бы свыше 90, это был бы уже нож запрещённый к обороту. Здесь же у нас длины клинка в районе 60, где-то 1-2... Так, соскочило немножко. Нет, 60 мм получается длины клинка всего-то. Да, и давайте, кстати говоря, так прикинем, тоже посмотрим, что у нас там получается. Здесь в районе 100, ну, смотрите, смотря сколько, смотрите, если по рукояде, то 145-146. А если получается вместе со стеклобоем, то там все 150. Кстати говоря, стеклобой-то тоже здесь уменьшен. Причём вот всё так аккуратненько уменьшено, выглядит очень классно. То есть, мне кажется, что не только фанатам ультратека он подойдёт, а просто тем, кто вот хочет себе что-то более компактное. В принципе, ножичек получился интересный, необычный. Автомат всё-таки в таком форм-факторе, фронталочка. Прикольно, прикольно. По стали, здесь, само собой, всё отнесено к премиуму. И на ноже, давайте посмотрим, вот здесь сфокусируемся. 204П, соответственно, заявленная сталь. Это хромистая, мартенситная, порошковая сталь премиум-класса. Выпускается американской металлургической компанией Carpenter Technology Corporation, то есть, CTS, да, это как бы аббревиатура. И, в общем-то, аналог хорошо известной нам М390 от компании Bueller. Вот здесь у меня как раз-таки М390 используется, а здесь у нас 204П. То есть, видите, Microtec использует и ту, и другую сталь, но в зависимости от года выпуска, от модификации и всё такое. 204П считается весьма схожей по характеристикам ещё и со сталью CTS, но это этой же компанией, да, XHP. Но имеет в составе гораздо большее содержание углерода и ванадия. То есть, в общем-то, это такой уникальный порошковый металлургический процесс ещё применяется. Микромелд с воздушной закалкой, который приводит к улучшению чистоты и прочности сплава. То есть, тем самым получается у нас 60-62 единицы по шкале Rockwell, что очень даже достойно. И, соответственно, сама по себе сталь очень выносливая. Опять, не забываем, что у нас здесь тоненький обух. У меня получилось намерить вот в самой максимальной толщине 2,1 мм. Это мало. По сведению 0,2, ну вот ближе к кончику, там буквально самый-самый кончик 0,3 мм. То есть, 0,2 сохраняется практически до конца. То есть, это тоненькое сведение, очень тоненькое. При тоненьком обухе и тоненьком сведении, в принципе, опять-таки, изгибривающей кромки присутствует. То есть, рез здесь всё-таки есть, такой резачок. И вот почему-то, ну всё, скальпель и всё тут. По весу у меня получилось всего лишь 35 грамм. Один из самых, наверное, лёгких ножей. Вот в таком размере. Он, не сказать, что совсем уж прям маленький. Да, допустим, вот этот бенчмейт, он, конечно же, кажется сопоставимым. Но всё-таки по длине режущей кромочки, да, видите, допустим, по длине будет. Ну, смотря с чем мы сравниваем. Если вы рассматриваете нож в плане ношения, то, безусловно, это существенно более крупные габариты. То есть, вот даже очень компактный бенчмейт, он существенно более крупный по своим габаритам. Да, в кармане ощущается намного больше. То есть, ну, посмотрите, там раза в два шире получается, да, толще. И это прям чувствуется. То есть, даже когда я носил вроде бы икону EDC, вот такой вот спайдерка эндуро, да, то, когда я перешёл, например, на ультра-тек, я понял, насколько он компактнее и удобнее. То есть, это реально ощущается. И ощущается оно в таком положительном ключе. Out of the front double-aft. Называется данный замок. Очень легко, вот даже я левша, например, да, если будет пользоваться, очень легко всё это применяется. Клипс, кстати, переставится на другую сторону просто. И никаких вообще вопросов, никаких проблем. Удобно, практично. По рукояти. Это анодированный алюминиевый сплав 6061T6 алюминиум с максимальной степенью твёрдости анодирования. Hard-coat анодизин тип 3. То есть, это покрытие, которому ничего не случается, даже при самом таком вот, ну, пожалуй, агрессивном, скажем так, использовании. И, опять-таки, мой ультра-тек тому хороший пример, что с ножом ничего абсолютно не происходит. Стеклобой с твердосплавным наконечником, карбид вольфрама. Ну, тут, я думаю, он так сделан, немножко, конечно, больше дизайнерский момент, да, вряд ли кто-то будет прямо ему так вот стёкла разбивать, наверное, всё-таки. Но приятная фишка. Не мешает, по крайней мере, почему бы и нет. Позиционируется нож как Everyday Carry, производится в США, само собой, Microtec, вот с этим всем крутейшим дизайном. С учётом того, что они первыми вообще в мире разработали фронталку в 1999 году и, по большому счёту, держат это лидерство. То есть, сейчас, ну, наверное, Microtec всё-таки самый известный, самый популярный производитель фронталок, как бы там ни было. Поэтому, в принципе, они, конечно же, берут за своё вот это вот такое ноу-хау, ну и за своё качество. Дизайн всё-таки у них, опять-таки, самый интересный. За это они берут и максимальную, так скажем, стоимость, наверное, на рынке среди вот, ну, конкурентов, так скажем. Ну и выделяются самым-самым ярким, самым классным, запоминающимся дизайном. Мне Microtec, Ultratec очень нравится. Данная уменьшенная модель UTX70 тоже понравилась. То есть, по большому счёту, это то же самое, только просто меньше. Ну, по большому счёту, опять-таки, мне не обременителен Ultratec в ношении, поэтому я по-прежнему пока остаюсь с ним. Но тем, кому нужна более компактная модификация, может быть, в качестве подарка, опять-таки, может быть, в качестве такого женского ножа, как вариант. Ну, или просто, если вы, в принципе, любите легко там не обременять себя, да, этим всем, то очень даже достойная модель. Большое спасибо тем, кто поставит лайк этому видео, поддержит тем самым автора. Переходите по ссылочкам в описании к видеоролику на официального дилера компании Microtec. Посмотрите на стоимости, на модификации, какие бывают цвета и подробные характеристики. Всем большое спасибо, всем удачи, всем пока.